Привет всем стратегическим жилжикам, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет, и давно не брал я в руки шашки, давайте, точнее я не брал в руки Норсгард. Вернёмся в эту замечательную игру, сыграем в ФФАшечку, в этот раз клан БК, ну вы видели силу моих соперников, все камень, так что, короче, среди нубов решил себе полегче взять, а то нагибают постоянно. Клан БК, сейчас немножко опять же про него расскажу в течение партии, теперь надо же как-то отдыхать от клана Ворона периодически. Ну, в принципе, клан, дайте я уже без вебочки, хорошо, клан приятный в том плане, что это самый, наверное, простой клан для микроконтроля, тут его практически и не будет, потому что у вас мало жителей, то есть если другим кланам надо как можно, ну, в принципе, здесь тоже нужно как можно больше, но так как в каждом здании по одному жителю всего работает изначально, а вапнутых два, то получается, что и не так много требуется. Более того, нам нужны жители именно те, которые специализированы, то есть не простые поселяния, а те, которые именно в зданиях работают, потому что вот с минус славы у каждого не поселянина есть бонус к производству, который зависит от размера армии. То есть именно не поселяния будут получать какой-то бонус. Ну и плюс армии вам немного, точнее, я хотел сказать, немного надо, армии там много всегда надо, но вы не сможете ее много сделать, потому что у вас, опять же, тут ограничения, один военный лагерь не двух воинов дает, а одного. Правда, апать военный лагерь дешевле стоит, но все равно вы же не можете их много построить. Поэтому получается, что, ну, в принципе, армия в четверту за БК. Это уже нормальная сила, потому что воины БК это самые сильные юниты в игре, которые могут, ну, когда вы разовьетесь, естественно. Так, вот у нас тут есть проблемка, например, нету побережья, я смотрю. Так, давайте я пока отойду обратно. Нет, вообще, давайте исследую дальше вот эту территорию. Нету побережья, то есть нам придется, видимо, через, к сожалению, через торговые посты играть они. То есть проще, на самом деле, когда у вас есть два побережья, ну, одно побережье всегда есть на территории ратуши. Два поставить, две гавани, и этого достаточно будет. БК для того, чтобы развиваться нормально. Но в данном случае, я даже не знаю, что мне лучше сначала забрать. Да, старт медленный, сложный, потому что нету ни одного кораблекрушения, нету ни одной руинки, чтобы денег взять, побольше дерева, чтобы было. Так, тут у нас, где у нас могут быть волки. Блин, я бы, наверное, отошел сначала все-таки. Надо побольше, пока, пособирать еды. Давайте я заберу эту территорию, эту. О, волк уже напал. Нам вот этого надо бы убить, но я, к сожалению, пока не буду с этим спешить, потому что мы не видим вот эти территории. То есть, если я уже делаю войны, тут войны же дороже стали после определенного потери. 30 стоит. Так, давайте... Блин, вообще, вот эту бы... Блин, тут лес. Вот в чем проблема. Мне бы второй лес поставить. Ладно, не буду второй лес ставить. Начну с еды. Не раненым, потому что раненым 20% хуже работает. Тут у нас... Наверное... Блин. Тут уже тяжеловато выбирать. Наверное, придется все-таки сейчас поставить пока склад. Чтобы больше еды набиралось. Этого сюда. Нет, не этого, вот этого. На науку? Ну, мне деньги нужны. Так, гавань стоит одну поставить. И мне нужны, пока я не... Не делаю воинов. Потому что у меня тут периодически будут отсюда набегать волки. И, скорее всего, отсюда где-нибудь тоже. Я их не вижу. Мне нужны... Лекари. Сначала все-таки лекарей поставлю. Проблема... 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 В том, что... Мало денег у меня сейчас в начале. О! Чувак взял... В августе уже сдался. То есть... Вот... Если бы он играл сейчас за БК, он бы тоже сдался. Потому что... Вот это очень медленный старт. И ничего нету рядом, чтобы ускорил. Я просто не знаю, зачем вот садиться так играть. Норсгард, по-моему, такая игра, которая... Ну... Не наказывает за совсем уж плохой старт. То есть тут можно вытянуть. А человек все-таки камень по рейтингу. Это уж не совсем уже нуб. Так. Теперь следующее. Наверное, я все-таки поставлю гавань, а потом военный лагерь. Тут прокачиваем острые топоры. Сначала идем до градостроителя. Вот это нам важно. Почему я вообще на науку? Нам надо быстрее градостроителя открывать. Потому что я за деньги могу улучшать зоны дешевле намного. Но при этом улучшенные зоны будут затраты на содержание и производство в тех зданиях, которые улучшены, уменьшать. Опять получается, меньше жителей у меня, да? Но они дают больше производства. Блин, вообще... Наверное, все-таки сначала военный лагерь поставлю. Потому что мне надо вот эту зачистить территорию, забрать ее и здесь лесорубку построить. У меня как раз у быка очень проблемы всегда с лесом. А у нас хотя бы одно место... О, у меня черный... Э, не черный, фиолетовый исследует. Если бы еще вспомнить, кто он. Ну, то есть фиолетовый где-то здесь получается. Пока... Ну, я разведку откладываю. Временно. Так, давайте уже военный лагерь ставить. Да, есть проблема. Вот сейчас у нас есть проблема в том плане, что если фиолетовый решит на меня напасть... И вообще, наверное, имеет смысл, вот если вы играете против БК, в первые два года на него нападать. А в моем случае у меня еще и медленный старт. Но, правда, он, наверное, этого не увидит. Он только вот эту территорию исследует. Но я не смогу очень быстро получить Торфена. Потому что у меня не будет пока столько витий. У меня уже даже плюс один всего лишь идет. Надо ставить гавань и надо ставить торговый пост сейчас. Хоть как-то по деньгам идти. Ну и плюс мне еще 15 железа надо собрать. Хоть как-то. А у меня пока нехватка дерева. Я очень надеюсь, что у меня сейчас 50 дерева накопится до зимы. Чтобы я смог тут второе дерево поставить. Видите, мне еще приходится 30 монет. И я сейчас буду держать этого воина. Я не буду его расформировать, чтобы... И дыма пока достаточно. То есть даже сейчас, если минус будет идти, это норм. Давайте вот тут держим. Я, правда, не знаю, что здесь у нас пока. Так, нет, какой пир. Организируем. Да, ну 50 дерева должно насобираться. Стою здесь, потому что здесь у нас и наука, и... Это... И лекарь. То есть мне надо будет быстрее здесь убивать. Молков, если они-то откуда будут нападать. Ну и зимой я сейчас сделаю скаута, да исследуете территории. Почему надо зимой? Потому что летом у вас по себе они больше еды добывают. А зимой их реально можно отправлять на дополнительное исследование. Колонизация. Блин, надо было немножко подождать. На самом деле, чуть позже можно было забирать территорию. Вот колонизация снижает на... На 30% трату еды при колонизации. Так, еще в первую очередь эту посмотреть, тем более, что там где-то фиолетовый бегает, который меня исследовал. Так, теперь нам надо гавань, а потом торговый пост. Дома не строим, потому что... Хотя, наверное, в данном случае можно построить, но опять же, у меня пока есть куда тратить. Или все-таки дом сначала, чтобы насилие... Нет, тут надо сначала гавань поставить. Гавань дает и деньги, и... Блин, мне еще нужен и железо. Очень медленно. Очень медленно. При хорошем старте уже примерно в середине следующего года у меня был бы уже торфинг. Хороший старт это наличие этих кораблекрушения на территории. Потому что оно дает, по-моему, 200... Нет, давайте пока туда не пойду. Видите, тут у нас волки будут периодически нападать отсюда. То есть это надо защищать. Ну, кстати, чем хорош воин... Так, где-где. Ну, вот о чем я говорил. Давайте пока отступим. Вот сюда. Чем хорош воин быка, что в отличие от всех других воинов, он может один-двоих волков завалить. Ну, правда, если они немножко так далеко друг от друга стоят, то, в принципе, ему... Только не зимой. Зимой они имеют 30% минус к силе на чужой территории. Да, еще, кстати, бык слаб зимой, потому что у него нету... У всех других кланов есть тут способность... По-моему, тубы называется, или как коут по-английски. Что они зимой не теряют силы. У быка такой способности нет. Так что если вы решаете, конечно, еще нападать на быка, то лучше это делать зимой. Видите, они рядом стоят. Ну, все равно я их завалю. Так, вот тут три волка. Чем еще хорошо вначале иметь побыстрее лекарей, чтобы не тратить деньги на много... Ой, блин, слушайте, я уже там накопил леса, а нифига не строю. Ну, наверное, все-таки надо добычу железа. Поэтому волка будет идти. А денег мне должно хватить в итоге. К тому моменту, как я 15 железа добуду. Я, наверное, еще вот эту территорию открою и верну... Блин, и тут еще волки. Ну, я зачищу этих волков и как раз там буду стоять. Так, мы начинаем. Тут придется отходить, к сожалению. Потому что вот тут он не сможет против двух. Хотя... Сейчас посмотрим. Даже... Нет, не сможет он против двух. Надо будет отойти. Быстренько полечиться. Да ты прикалываешься. Это прикол какой-то. Просто сразу волк побежал. Охренеть. Так. И здесь сюда идем добывать железо. Так, а тут поехали плавать. Кстати, немножко хорошо в том, что у меня два поля пшеницы. То есть два одинаковых. Получается... Две одинаковых еды. Я смогу чисто на нее, наверное, прокачать через железо. Да, фиолетовый, кстати, довольно близко. Но, правда, ему будут мешаться вот эти ребята. Наверное, можно не опасаться раннего раши. Я, к сожалению, не знаю, какой у него клан. Да, какие кланы еще против БК хорошо работают? Это, несомненно, все кланы заточены на ранний раш. Это, например, волк или змея. Вот они вообще могут снести раннего БК. Как изи. Ух ты, три медведя, блин. Три медведя. Ну, это, кстати, для БК хорошо. Мы на них будем прокачивать нашего торфена. Так, давайте добьем уже этого волка. Чтобы отсюда не набегали. Все, и у нас остается, в общем-то, только с этой стороны опасаться. Этих мы сейчас тоже зачистим? Или уже торфена дождемся? Наверное, торфена дождусь. Просто буду стоять здесь воином и все. Так. Ну, наверное, торговцев надо. Видите, у нас всего лишь плюс два идет. Вообще, я бы вот эту территорию забрал. Поставил там еще одну еду. Да, давайте так, наверное, и сделаем. Потому что, ну... Плюс один, это когда у нас не работает лекарь. А нам на нас явно будет еще нападать, и лекарь будет периодически работать. А еду... Еду нам надо держать на каком-то уровне. Так, плюс два идет. Не, надо торговца, потому что нам... Теперь вот торговый пуст. Потому что надо... Увеличивать территории. Они еще снижают... Вообще, даже я прямо сейчас уже начну. Вот надо... Почитайте. Видите, было плюс два, стало плюс три. Потому что улучшение зоны дешевле на 50%. То есть мы 50 монет платим, а не 100. Но самое главное, в улучшенных зонах обученные бойцы получают плюс 10% к производству. Не знаю почему. Бойцы имеется в виду... Ну, имеется в виду вот... То есть этот дровосек и мореход на 10% быстрее все добывают. Понимаете, да, идея? Так, есть плюс один. И во-вторых, у зданий затраты на содержание уменьшаются на 50%. То есть деньги на содержание зданий и дерева у некоторых, по-моему, зданий на 50% меньше. Так, торговый путь нам пока не к кому прокладывать. А, вообще, я, по-моему, не могу открою чеканку, да. Так, ну плюс 5 и 7 железа. Наверное, должно хватить. А вот теперь можно, в принципе, этого лесоруба убрать, чтобы еда добывалась. То плюс один как-то... Или давайте здесь поставлю... Склад. Склад дает плюс 10% к добыче еды. И вообще, в принципе, можно и дом поставить. Я даже, наверное, дом сначала поставлю. То есть вот эту территорию, вот эту можно улучшить, но хотя бы... Я бы хотел сначала 250 монет набрать на Торфена. Как только мы получаем Торфена, как только бык получает Торфена, уже можно выдохнуть. Уже его очень тяжело зарашить. Торфен, это, опять же, самый сильный монстр. Так, тут дальше идем в оружейника, военную подготовку, в яростный натикс и в неудержимость. Оружейник плюс 20% к силе бойцов дает. О, блин, падшие мореходы. Да, без Торфена будет очень неприятно от них отбиваться. Они еще и плюс чисто на ратуши у меня нападают. Ну, за три месяца я не... Хотя... Посмотрите, тут каждый месяц 16 тиков. Это получается 50, 80. Ну, вообще, может быть... Может быть, и наберу 250. Кстати, 8. 8, 6, надо же, может быть. Так, тушь-таки, может быть, и наберу. Так, плюс 5 еды, плюс 6. Ну, нам сейчас по дереву, в общем-то, пока нечего строить. Уже будет 15 железа, но нам только не хватает 250 денежков. Кстати, можно начинать строить больше военных лагерей. Не, наверное, все-таки 250 не накопится. Может, еще Торговый пост тогда. Давайте еще Торговый пост. Мы явно через них будем играть, а не через Гавань. Если у вас есть место под две Гавани, то про Торговые посты можете забыть. Ну, если за БК играете. Просто две Гавани ставьте. Это вам будет выше крыши. Ну, там улучшить их надо будет. Вот здесь у нас стоит парень. Быстро все отбивает. 85, блин. Очень-очень неприятно будет вот это сейчас. Ну, сейчас призрачные воины, по-первых, они будут минус к счастью давать. Во-вторых, их очень тяжело убивать. Очень тяжело убивать. Ну, вообще, плюс 7. Где-то в районе нападения. Ну, дело в том, что они сейчас еще будут минус 10 к счастью давать. Это значит, минус 10 к счастью. То есть, медленнее начнется добываться деньги. Деньги. Я пока отойду. Я сейчас, надеюсь, может дождаться Торфена. А вдруг. Да, то есть, мне не хватает 35 монет. Не, походу, нет. Ну, вы же понимаете, если не забирать эту территорию, я просто проиграл. Поэтому, пожалуй, пойдем нападать. Ну, в процессе нападения, наверное... Видите, как они очень долго бьются. Нам желательно воина не давать убивать. Да, чуть-чуть не хватило до Торфена. Мы сейчас, конечно, разберемся с этими ребятами. Но реально чуть-чуть. Как раз... Вот, вот только он появляется. Ну, блин. Так, сначала этими волками займемся. Но опять же, летом. Это все летом. Так, у нас минус 5 по еде. Минус 7. Минус 1 по дереву. Ну, по дереву это ладно. Что нам еще нужно? Как можно больше денег. Даже не для армии. А для того, чтобы, как я уже сказал... Так, свободные бойцы. 50% опыта. И... Улучшаются военные лагеря. Так, вот еще одна способность... Клана БК, что и Торфен собирает вот такие... Всякие снаряжения родовые. Спасибо. Спасибо. Так, покалечимся Возможно, стоило Отдать Пару рабочих Чтобы они умерли Не тратить время на их лечение Торфин Три таких штуки Может собрать В данном случае В данном случае мы взяли Шанс 20% на уворот И на 20% повышает скорость передвижения По союзной территории Такое средненькое Так, пожалуй Стоит Вот этого парня На добычу еды Переместить Потому что мы так Блин, минус 5 Они сейчас голодать начнут Ладно, давайте еще Лесоруба На добычу еды Да, надо было Как минимум одного рабочего Дать, чтобы он умер Минус 2 нормально Даже вот По идее не должен Заболеть никто Сейчас мы просто Вот эти территории зачистим Причем здесь и здесь Может даже тут не зачищать Чтобы не прошел Если что Фиолетовый пока Вот эту в эту зачистить Я даже эту не буду забирать Тут будут периодически волки Появляться Меня это не особо волнует Не, заболел все-таки воин Блин, кстати Ну да ладно Воин не страшно Так, 128 уже Надо Я торможу Надо Территории Улучшать Чтобы они Меньше содержания И больше продукции Выдавали Вот здесь Надо что-то построить Стопудово Чтобы тоже территорию Улучшить Давайте здесь Наверное Так, возвращаем На науку Нашего парня И возвращаем В леса Хорошо Вот так Наверное Сделаем Какая плюс один будет Так И нам надо Давайте Камень добывать Буду уже апаться Так Значит здесь Тоже сразу Улучшить территорию Можно сказать Только когда Максимум зданий стоит Нельзя просто Поэтому надо Максимум зданий Стать А потом Развивать ее Так и здесь Надо тоже Поставить Тут я наверное На военный лагерь Поставлю И разовью Не, наверное Это лечить Посила Тут сейчас плюс будет Потому что Сейчас закончится Болезнь У этого чувачка Вот Все Вернулся плюс Пока Тут новое поселяние Сейчас появится Блин Почему Нам надо Еще За БК Воевать Потому что Вот эти все Не знаю Как реликвии Легендарные предметы Появляются В зависимости От того Как Как много Юнитов Вы убили Влияет Микроконтроль Так себе У меня здесь Как еще раз повторю Не хочу забирать Эту территорию Пускай тут Периодически Появляются Волки Ну и нам надо Боевой опыт Быстрее прокачивать Мы За счет него Возьмем Завоевателя А завоеватель Дает Бесплатную Теху В военной ветке Блин Че так А появился Новый чувак Блин Неприятненько Как-то Много Много Несчастья Это соответственно Ну 20% Меньше ресурсов А не хочется Никого убивать Ну Опять же Несчастье Можно снизить Забрав какую-то Территорию Может 110 еды Правда Надо Вот эти На старте Даже овечек Не было Ничего не было Чтобы Нормально Вообще Мы Счастье Вот Защищенности Будем Брать Кстати Когда строите Уже Можно Развивать Область Блин Ну Минус 7 Это Жопа Ну Это Очень Очень Креново Ну Мы Когда Ратушу Лучше Встанет Лучше Но До Ратуши Еще 6 Камня Вообще То Блин Давайте Этого Еще На добычу Еды О боже Еще Камны Эльфы Пробежали Ну и Куда Они Нападают Так Ну мы Сейчас Походу Возьмем Завоевателя Что-нибудь Не Не Хватило Там 40 очков Дается За убийство Эльфа Ну Вот Эту Зачистим Дадут Очки Блин Ну Блин Я не хочу Блин Ладно Видимо Придется Убить Пока Воин Потому что Ну Слишком Много Недовольных А это Очень Сильно Снижает Производительность Пускай Умрет Один Воин К сожалению Вот Так Еще Одного Мы Просто Сейчас Сделаем Ну Потеряем Да 30 монет Что сделать О Снаряжение Торфина Очень Далеко От меня Ну Яростный Натиск Теперь Берем Благословение Йорда И Улучшаем Сразу Оружие Воинов Потому что Оно Очень Быстро Улучшается В отличии От других Кланов Кузницу Для этого Поставить Наверное Здесь Поставим Тут Точно Никто Нападать Не будет И мешать Не будет Всегда Можно Посмотреть Где у вас Древнее Поле Сражения Ну Где эти Артефакты Вот Нажав На эту Кнопочку Так Хотя Тут Плюс 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 К силе Атаки И защите За каждое Обнаруженное Родовое Снорение Лучше Сначала Неудержимость Со счастьем Мы уж Как-нибудь Разберемся Так Сначала Наверное Вот тут Нет Вот тут Убьем Потому Потому что Здесь Здесь У нас Больше Всего Добывается Сейчас Будут Появляться Здесь Эти Драугры Кузница Завершена Значит Сразу Дружину Да Блин Что ты за мной Бегаешь Там Твоего Друга Бьют Че Пушило Блин Так Отлично Апаем Ратушу Вот Теперь у каждого Непоселянина Бонус К производству Который Зависит От размера Армии Под вашим Контролем Теперь Уже Имеет Смысл Двоих Воинов Сделать Потому что Если В отличие От других Кланов Наличие Воинов Они Просто Жрут Еду То Здесь Нам Помогает Давайте Сначала Вот здесь Волка Убьем То В случае С быком Оно Не сильно Влияет Потому что Каждый Войн Еще Дает Плюс К Производству Поселян Ну и Вообще Как бы За Быка Вот Иметь Поселян Именно Неспециализированных Не очень Хорошая Идея Так Так Первая Очередь Мы Апаем Потом После Ратуши Ко-нибудь На еду Видите У нас Постоянно Проблемы С едой И Начинаем Медведиков Постепенно Бить Чего Они Сразу Начали С моих Воинов Спрашивается Вместо Торфена Тут Торфен Естественно Должен Быть Тараном Тут Везде Точнее Танком Отходим Полечимся Так Ну Зимой Начнем Тут Дальше Открывать Территорию Следующую Мы Наверное Апнем Блин На самом деле Надо апать Конечно Гавани Но Блин У нас Почему Гавани Потому что В дальнейшем Мы планируем Взять Кораблестроение Но очевидно Раз у нас Одна всего Лишь Гавани Два Торговых Поста Мы будем Торговые Посты Апгрейдить Да вы Достали Так И Имеет Смысл Уже Начинать Так Давайте Давайте Я наверное Тут Торговцев Улучшу Еще Да Торговцев Я просто подумал Может быть Фермеров Но нет Лучше Торговцев Нам Деньги Теперь Уже Нужны Сильно И Здесь Давайте Дерево Добывать Нам нужно Военных лагерей Уже Больше Строить На самом деле Уже Должны Стоять Хотя бы Четыре Военных Лагеря Но у меня Просто Медленный Старт Еще раз Повторю То есть Просто Повезло Ну то есть Если бы тут играли Опытные игроки Рядом Находящиеся С быком То Ну И опять же Я не знаю Как можно Берзаражить Быка Тем же Вороном Только Только если Идти Может быть В этот В релик Который присылает Йотунов Ну и то Скорее всего У меня раньше Были бы Вот Этот Торфин Он С одним Йотуном Один на Один Вообще Спокойно Стоит Убивает Его Наверное Все-таки Торговцев Сейчас Буду Апать Еще Неплохая Идея За БК Просто Поставить Рынок Чтобы Там Копилось Железо На Будущий Его Выкуп Потому Что Если Вас Торфина Убьют Ну То есть Бык Без Торфина Это Очень Грустное Зрелище Но Если У вас Есть Деньги Ну Тут Даже Главнее Деньги Будут А Железо Потому 15 Железо Это Тяжеловато Насобирать А Деньги На Выкуп Железо С Рынок У вас Будут То Вы Сможете Его Обратно Выкупить Довольно Быстро А он Будет Со всеми Найденными Реликами В любом Случае Со всеми Прокачками Обратно Вернется Он Не умирает А Взрождается Каждый Раз Ну И В поздней Игре Как бы Фокусить Торфена Тоже Не Самая Лучшая Идея Лучше Зафокусить Всю Оставшуюся Армию Если Вы Смогли Убить Воинов То Естественно Торфен Отступит Так Минус 07 Но Пока У нас Только Один Несчастный Ну Я Мне Надо Вот Эту Территорию Сначала Забирать Ну И тем более Разбираться С Медведиками Да Еще Кстати Прикольная Способность Что Каждый Воин Он Накапливает Боевой опыт Находясь У себя На территории То есть У вас Армия В чем Например Минус Других Планов Если Вы Повоевали Вам Надо Расформировать Армию Потому Что У вас И содержание Огромное На нее Тратится И она Вообще Ничего Не дает Просто Стоит Бык Может Спокойно Бегать С несколькими Воинами Не расформировали Потому Что Они Во-первых Дают Бонус К Другим Как Его Не знаю Работникам Они Еще И Опыт Накапливают Вообще Все Удобно Да Почему Он Воина Начинает Атаковать Объясните Мне Первый Входит Торфен Нет Воина Бьют Так Добыли Камень Там Можно Не смотреть Там Они Точно Разберутся С Медведями Главное Чтобы Он На Воинов Не Обращал Внимания Моих 110 Еды Надо Окей Давайте Наверное Тут Апну Тут Пока Переведу И не буду Нового Потому что Мне надо 110 Еды Собрать Чтобы Эту Территорию Забрать И это Увеличит Счастье Хотя С другой Старной У меня Через 50 Науки Уже Защищенность Будет А Это Дополнительный Плюс Так Что Я тут Блин Так Слушайте Меня Исследовал Уже Полностью А Черные Но Черные Это Не Фиолетовые Даже Не знаю Где Черные Зачем Он Меня Исследовал Но Мне Все равно Надо Военные Лагеря Ставить Несомненно Я Хотел 110 Еды Сначала Собрать О А Вот Зачем Мне Черные Слезы Спорим Сейчас Ко мне На Гольфар Поедет Вот Ворон Но Это Поздно Уже То есть Я Спокойно Это Отбиваю Тем Более У меня Войны Улучшены Но Сейчас Отправит Ко Мне Это Вот Гадалки Не Ходи Как Говорится Так Забираем Территорию Для Счастья Улучшаем Лагерь Не улучшаем А строим Лагерь Тут Берем Защищенность Вот И Счастье И Это Счастье Будет Увеличиваться За каждый Улучшенный Военный Лагерь Потому что Он дает Три От Торфина И плюс Один За каждый Улучшенный Военный Лагерь А улучшенные Лагеря У нас Дешевы Кстати Я думаю Что Имеет Смысл Мне Что-то Не отправляет Странно Но Наверное Он знает Что Бык Отбивает Это все Спокойно Еще Улучшенные Военные Лагеря Не только Увеличивают Вместимость Но и На 5% Силу Бойцов Увеличивают У меня Уже 19 Сила Так Тут Улучшено Улучшено Давайте Здесь Поставим Так Разобьем Область И Сразу Или не Ставить Пока Военный Лагерь Не Я бы Поставил А Не Надо Поставить Все-таки Военный Лагерь А потом Уже Здесь Добычу Камня 17 Воин О Тут Фиолетовый Все Убил Блин Так Так Знаете Давайте Переключим Карту На Военный Взгляд Потому Что Мне бы Кстати На самом Деле Надо Улучшить Скаутов И пойти Фиолетового Исследовать Мне это Уже Не нравится Что он Там Поубивал Всех Драугров Блин Хотя Можно было бы И Эльфов Убить Тоже Строим Вот это Я зря Доделал Рудник Железный Я не Собираюсь Тут Сейчас Добывать Надо Ну а Он Сейчас Будет Тратить Хотя 12 Еды Может И Отправить На Добычу Так Наверное Здесь Еще Дом Построим Плюс Пять Уже Видите За Каждого Улучшения Уже Сколько Счастья Добывается Ну и По хорошему На самом Деле Нам Кроме Улучшения Одного Здания На Еду И Одного Здания На Ой Блин Я не Тут Я же тут Рынок Хотел Почему Рынок Потому Что Если Его Улучшить Давайте Здесь Тогда Дом То Он Будет Влиять На Торговцев В Торговом Торговом Посту Кстати Рынок Имеет Смысл Строить Побыстрее Потому Что Там Уже Железо Накапливается Я Тормознул Немного Конечно То есть Надо Сейчас Прям Рынок Уже Ставить А Он Сколько Стоит 80 Наверное Да Да Вот Дерево Так Вот Кроме Улучшения Здания На Деньги И Здания На Еду Имеет Смысл Пожар Только Улучшить Скаутов Потому Что Вам Надо Территорию Чужих Игроков Исследовать А И Все Остальное Улучшение В Прядовать Ну В Принципе Я Сейчас Уже В Данный Момент Любой Раш Должен Отбить Это Уже Не Раш Будет 803 Год Это Уже Не Раш Это Просто Нападение Ну И Опять же Имеет Смысл Все Области Улучшать Которые у вас Есть Под управлением Чтобы И там Добывалось Все Быстрее И Меньше Тратилось Ресурсов На Содержание Так Вон Побежал Фиолетовый Дальше Меня Исследовать Нам Несомненно Нужны Еще Военные Лагеря Интересно Он Так Ну Это Не Центр Он Исследует Это Он Исследует Ну Я бы Наверное Эту Территорию Тогда Сейчас Забрал Чтобы Если Он Будет На Меня Нападать У Меня Было Больше Времени На Подготовку Башни За Быка Нет Смысла Ставить Это Только Трата Дерева И Золота Вы Либо Развились И Тогда Вы Армиями Отбиваетесь Вообще Изи Либо Ну Либо Не Развились Тогда Проблемы У Вас Так Я Пожалуй О Умные Эльфы На Меня Нападают Отлично Серьезно Серьезно Сюда Побежите Нет Забежал Все Так Ну Куда Блин Блин Что Это За Глюки Так В Норсгарде Типа Нападал Туда А Потом Оказалось Что Туда Ой Будет Холодная Зима Так Мне Надо Еды Накопить Сейчас Мы Пожалуй Не Будем Лечить Знаете Что Перебрасываем Вот Этих Ребят Так И Вот Пять Есть Так Сюда Перебросим Потому Что Надо Чтобы Еду Добывали Мудреца Тоже На Еду Ну Лекарь Пускай Наверное Доделает Ну Плюс 19 Плюс 12 В принципе Это Неплохо Мы Сейчас Еще Блин Нам Бы Сейчас Домашний Очаг Взять Может Все Так Мудреца Вернуть Нам Больше Нет Куда Науку Брать В общем То Давайте Вернем Мудреца Как Раз Во Время Зимы Потому Что Домашний Очаг Потребление Дров На 50% Зимой Снижает И Штраф Киде На 20% Снижает Да Блин Я ж Недавно Зачистил Тебя Да Надо Тут Стоять Потому Эти Волки Будут Появляться И Нападать Периодически Да Не Эту Мы Зиму Точно Переживем И В общем Как только Зима Начинается Надо Сразу Возвращать На добычу Камня И Золото Потому что Опять же Повторю Зимой Поселяне Очень слабо Еду Собирают А Эти Ресурсы Точно Также Будут Собирать С С Такой Скорость Как Летом Летом Так И так Минус Десять Ну Должны Должны Принять Домашний Очаг Я просто Сейчас хочу Посмотреть Насколько Сильно У меня Будет Убывать Дерево Если не сильно То я Улучшу Лагерь Разведчиков И отправлю Коричневый Коричневый Я даже не видел Чтобы он меня Исследовал Интересно Черный Куда Кстати А что у нас По победам Синий В науку Идет Черный В славу Ну вот Я бы Больше опасался Ворона По славе Потому что Ворон Очень быстро По славе Побеждает Обычно Я думаю Из моих Видео Это В моих Видео Это видели Так Смотрим Сейчас Когда метель Начнется Я посмотрю Сколько Минус 5 Нормально А вот Еды Мало Это плохо Минус 24 Нам не хватит Блин Может забрать Тут 2 овцы Это 160 Блин Там не хватит Так Давайте Давайте Вообще Всех Наверное Все таки На еду Отправим Это Они Будут Мало Добывать Но Хоть Что-то Так Мореход Давайте Даже Даже Торговцев Блин Реально Я думал Меньше Будет Уходить Тут Небольшой Прирост Потому что Я убираю Ну Хотя бы Так Минус 19 И Месяц Нам Ну Наверное Выдержим Все таки Чуть Чуть Как бы По краешку Так сказать Прошли Минус 18 Ну Мы дойдем До нуля Но там Буквально Чуть Останется До конца Метели И Этого Нам Хватит Чтобы Выжить Так Дальше Здесь Мы будем Делать Наш Реликвию Которая Позволяет Позволяет Провокацию Использовать Торфену 50 Дерево Ну Хватает Хватает Минус Восемь Дай Даже Сразу Уже Отправлю Ее Выковывать Этого В принципе Нам Достаточно Этой Еды Зашибись Минус 19 Минус 10 Все Еда Возвращается Этого Отправим Так малый плюс Потому что Это еще не лето А вот и лето Наступило Так Все Этого Сюда Туда Туда И Поехали Скаутить Ну Я хотел Скаутить Конечно Зимой Но Из-за Метели Пришлось План Искорректировать Так Теперь Надо Продолжать Улучшать Наши военные Лагеря И строить Новые Потому что Это и армия И счастье Кстати Можно еще один Домик Сразу построить Видите Вот тут О чем я говорил Уже Я 5 Железа Если что Могу купить На будущее Но это Будет Накапливаться И дальше Все это Ой У фиолетового Даже защиты Нету А он Кто у нас Медведь Ну Короче Мне очень Повезло С таким Соседом Потому что Вы понимаете Бык Слаб Именно Зимой И он Мог на меня Зимой Нескораз Напасть Но он Этого Не сделал Повезло А я Вот На него Сейчас Нападу Так Это я Апну Апну Это 10 Мне на самом деле Надо искать То есть Виолетов Видите Тут Самый Слабый Судя по всему Мне надо Синего И черного Искать Вообще У него даже Военных лагерей Не вижу Пока что На лес Поставить И наверное Еще одного Торговца Так Нормально Тут После Реликвии Можно Крестьян Улучшить Военный Лагерь Военный Лагерь Улучшено Улучшено Ну здесь Потом Какой нибудь Поставим О Тогда был Все Железо Добыто Тут Можно Будет Этот Алтарь Конунгов Поставить Или Реликвию Ну здесь Реликвию Тут Алтарь Конунгов А вот И центр Я не вижу Никаких Проблем С нападением Сейчас на мир Я думаю Даже можно Не исследовать Дальше Просто Делаем Армию Иго Ну смотрите У меня уже Пять Улучшенных А блин Домик Я хотел Еще Пять Улучшенных Войных Лагерей Войны Уже Плюс 18 Даже Не знаю Но этот У нас Четыре Будет Стоит ли Мне делать Десять Я не вижу Вообще Что он Мне может Какую-то Армию В сопротивление Поставить Ну и плюс Там Видите Мой Включи Место Где мне Надо Покопать Ту Коричневую Потом Коричневую Снесем Я думаю Ладно Я думаю Шестью Пойду Судя по армии Фиолетового Мне этого Должно Хватить С лихвой Причем Сразу Начну Здесь Потому что Видите У него Тут И счастье И он Что-то Улучшает Скорее Всего Ну что-то Улучшает Короче Эту Территорию Один Домик Что Мне на Немного Нападать То есть Минус Счастье Минус Лагерь Минус Кузня Ну что У нее Тут Сколько Может Быть Две Территории Если Там У него Столько Ж Юнитов Сколько У Меня То А он Даже Кот Отступает Давайте Я Сразу Эту Территорию Буду Забирать Да Вы Прикалываетесь Мне Надо было Все-таки Забрать Это Чтобы Волки Тут Не Бегали Территория Зачищать Территория А мы Через Территорию Пойдем Ну просто Вот Таран Собственно Появился У меня Заберем Зашел Почему Территория Алтарь Он Тоже Счастье Дает Это Фиолетовый Что-то Там Сделал Ну Молодец Сопротивляется До конца Правда В принципе Играл Сладенько Но То Что Сопротивляется До конца Не Сдается Это Похвально Что Сколько Норсгарди Просто Забегает На его Территорию Как Какие-то Армии Он Даже Ничего Не Делает Просто Сдается Все Деньги Потратил На Армию Молодец Все Правильно Сделал Ну Тут Вот Тут Чудеса Микроконтроля Показывает Ему Быти Чудеса До Того Как Я В Его Ратуш Встал Конечно Джи Напишем Действительно Хорошо Играл Ну Если С Развитием Но Это Знаете Это От Способности То Что Он Сопротивлялся До Конца Это Г. Несомненно Как Всегда Если Я Записываю Видео Так Блин Вот Это Очень Хреново Будут Еда Надо Сразу Забирать Быстрее Не Смотря То Что Минус Идет Это Просто Трындец Вот Это Как Я Проспал Эту Атаку Так Выковал Реликвия Ну Тут Ее Поставлю Она Позволяет Провоцировать На себя Вот Этому Чувачку Вот Она Провокация То Есть Нейтральные Враги И Защитные Башни А Провокация Нейтральных Врагов И Защитных Башен И Он Еще Увеличивает Защиту Торфена То 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 Минус Девять Ну Надо Дровосеков Видимо И Этого Пока И Даже Лекаря В Добычу И Нам Надо Вернуть Счастье Блин Минус Один А Вернулась Плюс Два Отлично Так Сейчас Немножко Наберем Частица Блин Мне надо Хотя Ну Там Черный Убил Синего Но Мне Вообще Надо Бы Скорее Черного Найти Чем С Коричневым Я хочу Последовать Коричневого Чисто Узнать Какая У него Это Какой У него Клан Блин Вот эти Волки Конечно Триндец Меня Задолбали Надо Уже Забирать Эту Территорию Территорию Так Ну Вроде Все Ремонтировано Давайте Может Пока Ну Денег Прилично Так Я бы Лучше Лекаря Задействовал Да У нас Еще Кстати Торфин Лечится При убийстве Юнита На территории Причем Невероятно Чтоб Он Это Убивал Даже Можно Сейчас Вы Увидите Вот Уменьшается У него Здоровье Оп Подлечился Оп Подлечился Так Сколько Тут Требуется 170 Еды Надо Будет Подождать Так Я просто Встану Пока Воином Чтобы Не Появлялось Так Где У нас Еще Да Ёлки Ну Серьезно Так Отправлю Исследовать Коричневого Еще одно Какое-то Снаряжение У нас Нашлось Да Блин Что Ну Все Так Далеко Но Нам Надо Черного Находить На самом деле Сейчас Проиграем Видите На самом деле Проблема Еще Быка Что Он То Всех Может Вынести Но Для То Чтобы Вынести Это Надо Этих Всех Еще Найти Так 170 Насобирал Давайте Заберем Эту Территорию И Разведчикам Давайте Откроем Эльфов Возможно Я их Могу Просто Вынести Так Ну я бы Еще Очень Алтарь Конунгов Хотел Конунгов Построить Коричневый У нас Коза Кстати Тоже Довольно Неприятный Клан Так Ну попробуем Здесь Покопаться А Блин Я не могу Копаться Пока Не захвачу Территорию Стоит ли Мне портить Отношения Тогда Я вот Лучше Бы Этими Занялся Эльфами Эльфов Даже Четырьмя Войнами Скорее всего Можно будет Завалить За Быка Попробуем Ну они Торфина Мочат Они там И война Одного Вроде Начали Да Хватит Нам Жалко Конечно Война Фрюшку Потеряли Но Это Из-за Моего Хренового Микроконтроля Думаю Те Кто Получше Играет В эту Игру Не потеряли Бо Никого Так Апнем Эти Еще Военные Лагеря И В общем-то Четырнадцать Армии Мне пока Хватит Теперь Надо Черного Найти Как Всегда На Другом Конце Карты Очевидно Еще Одних Скаутов Построить Так Теперь Я коплю Триста Дерева Чтобы Хотя Она защищала Давайте Домик Поставим Сначала Еще И Вот Эту Территорию Можно Развить Кстати Вот Здесь Еще Можно Домик Поставить А Вот С Вороном Наверное Стоит Поставить Башню Просто Чтобы Он Не Так Если Я Буду Далеко На Него Нападать Он Очевидно Ко Мне Будет Присылать Рейды Так Что Против Него Башня Нужна Даже Ее Наверное Улучшить Можно Так Ну Давайте Зачищать Территорию И Дальше Нам В общем То Нефиг Больше Делать По Хорошему Не знаю Не хочу Коричневого Пока Убивать Я Я Б Хотел Если Если Что В будущем Бояться Ну Типа Вдруг Он Тоже Решит На Черного Напасть Вдвоем Веселее Как Говорится Да Блин Где Тут Граница Это Черного Очевидно Он Не Здесь Вот Тут А Был Он Ливнул Скорее Всего То есть Черный Где-то Вот Тут Скорее Будет Виверна Ну вот Виверну Надо Самому Убить А не Черному Дать Это Сделать Так Давайте Наверное Пер Устроим Почему Нет Блин Так Где А где Еще Вот Это Мое Это У Коричневого На территории Понятно Тоже У Коричневого И Здесь Это Мне Надо Пройти Этих Павших Валькирий Убить Сходить Еще Одного Война Сделаю Так Тут Все Добыли 45 Камня У нас Я думаю Что Можно Нет Давайте Мы 300 Дерево Все Так Доберем Чтобы Поставить Так А чуть Я тут Не Доделал Крестьян Не Не До Улучшал Вон Черного Граница Наконец То Так Ну Пошли К этим Валькириям Выкопаем Нашу Реликвию Так А что это за Рык был А это Ниль Блин Вы Здесь Не ко мне Похоже Не ко мне Так Ну и прокачались До бывалых Бойцов Так Одного Воина Сюда Поставлю Блин Там уже Появился Ну Он Убьет Одного Волка Так Умер Умер Скаут Один Да Блин Где к нему Проход Закрыто 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 Охренеть Просто Сидит Где-то Еще Одно Снаряжение Раскрыли Во Кайф Как раз По пути Здесь нам Шесть Снаряжения Каждое Снаряжение Будет Добавлять Силу Нам Так что Это Важно Все Встроим Алтарь Добыли И теперь Еще Тут Добудем Не Не Это Тут Стой Тело Хранитель Коричневый Открыл А с кем Это Неужели Я Походу Черный Кстати На Коричневый Отправляет Своих Йотунов Но это Это Только В плюс Да По науке Черный Очень хорошо Идет Я думаю Что мы Его убьем Я так Надеюсь Добавляем Добыли еще Одно Снаряжение Ворон Решил Что он Чисто Этими Может Своими Да Блюдо Реально Тут Не пройти Вообще Никак Где Проход К черному Так Пошли На территорию Где У нас Еще Какие Тут Все У коричневого Осталось Тут Еще Можно Видеть У нас Два Одинаковые Но Они Одинаковые Они Разные Этот У нас Вот этот Увеличивает Защиту Надеюсь И здоровье На 25 А этот Увеличивает Защиту Надеюсь Процент Отражает Вот это Мне Больше Нравится Потому что Отражает 20% Полученных Ударов По моему Это прикольно Ну вот А Слушайте Они Реально Рядом А Как-то Так Получилось Интересно Знаете Что Давайте Я Еще Один Построю Лагерь Скаутов И Пойду Коричневого Исследовать У нас Еще 30 Камня Давайте Я Улучшу Хижину Знахаря А Остальные 20 Камня Потрачу На Улучшение Ну Еще Построю Военных Лагерей И их Улучшу Я Вот тут Еще Кстати Знахаря Тоже Прокачал И После Этого Кузню Был Убрал Просто Больше Я бы Ничего Не Делал Там Блин Оббежал Полностью Все Здание Вы Это Видели Где Где Умер Блин Какие-то Приколы Нашего Городка Только Сделал Третьего Скаута Один Уже Умер Так Проблема С военными Лагерями Что Они Только Одна Штука На Территорию А Вот Этого Можно Улучшить Да Кстати Наверное Я бы Наверное Все-таки Защитную Башню Улучшил Ладно Лекарей Не так Важно Ну то есть На тот случай Если ворон Будет нападать Хотя там Выглядит Что коричневый Вроде К нему Бежит Тут он Зачистил Территорию Так Вообще Нам бы От коричневого Как-то Подальше Встать То он Там Может Большой Армией Прибежать А я Не Замечу Все Убираю Кузню Больше Ничего Не хочу Улучшать Ну я бы Наверное Забрал Уже Эту Территорию Так 28 населения То есть Надо бы Еще один домик Поставить Улучшать Дома Забыка Мне кажется Так себе Идея Потому что Во-первых Просто сами Дома мало Дают Забыка Дома Меньше Дают Жить Ну Место Так и Улучшенные Дома Мало Место Дают Поэтому Мне кажется Что Забыка Лучше Их Просто Ставить И Таким Образум Развивать Все Да Хорошо Что они Соседи Я Смогу И они Походу Между собой Блин Там У ворона Уже 70% Ну конечно Мне надо Сейчас будет К ворону Бежать Несомненно На него Нападать Проблема Только в том Что он Тут тоже Сейчас будет Ко мне Посылать Рейды Но я надеюсь Что он Сильно Потратился На Коричневого Хочется Надеяться Тут у них Явно Не знаю Вот Черный Не занял Территорию Ну видите Вот у ворона Хороший Старт У него Эти есть Ну вот это Явно Центр Тут Чеканку Берем Если бы у вас Были Гавани То вы брали Бы кораблестроение Конечно Так За счет Чеканки Можно Поторговать Ну Например Деревом С коричневым Кстати Нам Наверное Лишнее У коричневого 800 Но у нас Больше Так Центр Обоих Открыли Да Ёлки Чего так Быстро Дохнут Скауты О Ну это Наверное Уже Ко мне Нет Нет Еще К коричневому Ну вот Черный Тратит Деньги На Отправку Сейчас Он тут Сделает Кстати Призрачных Войнов Но меня Это не Волнует Потому что Они Похожи Друг Дружку Там Стопят Вопрос Кем Мне Первым Заняться Скорее Все Таки Черным Да Тут Между ними Еще Территория Где армия А вот Он ведет Сюда Ее Ну этих Не армия Ведет Призрачных Войнов Страна Ну да Короче Коричневый Так себе Видимо Вояка Зачем То Просто Теряет Призрачных Войнов То есть Это Хорошие Это Хорошие Танки Вы Благодаря Но Сейчас Он Фиолет Ой Черный Хочет Пойти Их Убить Сейчас Я их Полностью Исследую И тогда Уже Исходя Из Полной Информы Хотя Сколько Там Уже Осталось Не Надо К черному Ити Так Давайте Вот Эту Территорию До Исследуем Ну То есть Черного Полностью Как нам Лучше Всего На него Нападать Так Он Тут Полностью Защищен А У нас Только Одна Территория Через Которую Нападать Ну В общем То Надо Бежать Очевидно Знаете Я даже У меня 16 Воинов Да 4 Есть Я наверное 10 Сделаю А Остальные 6 Вот Здесь Когда он Будет Сюда Мне Нападать Этими Йоту Нами Так Как мне тут Проще Пройти Наверное Все-таки Через этих Волков Придется И к сожалению Зимой Это придется Делать Но Так Куда он Все еще Направляет Ух Да я Плачу И там Куда Направил Интересно И непонятно Но В любом Случай Мы Бежим Так И давайте Наверное Сразу Тут Сделаем Нет А Этих Здесь Оставим Чтобы нам Тут Никого Не убивали Йотуны Так Это у нас На Контрол Один Поставим Убьем Эту Успеет Убежать Стопудово И Таран Интересно Нафига У него Здесь Башня Стоит Вообще Без смысла Я сюда Пойду Так Вот он Бежит К нам Сейчас Будем Провокацию Использовать Блин Я отправил Армию Твою Мать Я Дебил Специально Сделал Там Юнитов И на Е Нажал Вместо Единицы Фак Ну Наверное Успеют Все Так Я Надеюсь Так Это Контрол Два Давайте Сделаем Блин Как Я Тупанул Лёша Дебилёша Лёша Дебилёша Лёша Дебилёша Дебилёша Кажись Смог Если бы не тупанул Там вообще было бы Изи Так Ну Теперь Коричневого Валим Я вернусь Только домой Сначала Вылечусь Так Это уже Можно не устроить Дальше Так Там Идёт Добыча Сюда Вернём Сюда Ну Ну Он Чё-то Слишком Пошёл В науку Как-то Вообще Забив На армию И Потратив Кучу денег Зачем-то Атакуя А он Коричневый Бежит На меня Ну Правильно Правильно Делать Только ему Это не Поможет Я успею Вернуться Он Заберёт Только Наверное Эту Территорию Давайте Пир Устроим Хотя У меня Куча Раненых С другой Стороны Давайте Наверное Нападём Не Вообще Надо Чтобы Он Забрал Эту Территорию Подождите Потому что Я на нейтральной Больше Имею Он Так Решил Хорошо Я К нему Пойду Я Не Возражаю Не Всё-таки Надо Напасть На него Он Раньше Витя В мою Территорию Заходит Давайте Поотвлекаем Парня Поотвлекаем Так Он Включил Защиту Подождём Значит Когда Она Пройдёт Но Этот Точно Сильнее Играет Он Видимо Всё-таки Решил Зачем-то Слить Просто Тех Призрачных Воинов Но Видите Понял Что Ему Держать Как бы Нету Смысла Я Потерял Торфена Да Я Потерял Торфена Ну Как я И Говорил Ой У него Там Стоит Воин Как я И Говорил Когда Вы Против БК Играете Лучше Фокусировать Армию А Не Торфена Да Блин Кто Там Ещё Пошёл Возвращаться Он А Вон У него Бегут Куда-то Это Интересно Почему Он Решил Сначала Этих Убить А Он Бежит Ко Мне Да Ну Мне Надо Территорию Забрать Пока Он Бежит И Я Наверное Успею Даже Да Я Хочу Эту Территорию Забрать Потом Прибежать Отбить Перемещение Охренеть У нас Не Он Бежит Обратно Он Решил Что Он Не Успеет Отлично Это Отлично Мне Кажется Зря Вот Это Зям Лучше Стоило Постараться Там Дозабирать Меня И у Него Минус Армия У меня 8 Но Я Вам Прямо Скажу Против Быка Против Его Армии Очень Тяжело Твоя Мама 3 Звездочки Обидно Фуф Ну По-моему Получилось Неплохо В конце Чувак Так Подрался Хорошо Ну Бык Конечно Блэйти Просто Лучший Клан Инхо Ваши Впечатления В комментариях Играйте В умные Игры Всем пока Спасибо Что досмотрели До конца Я Алексей Халецкий Тот Кто Сделал Это Видео Пользуясь Случаем Хочу попросить Вас поставить Лайк Оставить Комментарий И поделиться Этим Видео Со своими Со своими Друзьями Или Социальных Сетях А также Посмотреть Другие Мои Видео Ссылки На Которые Вы Видите Сейчас На Своем Экране Играйте В умные Игры И Всем пока Субтитры